дарова я даже не сомневаюсь что все вы соскучились по данной рубрике по толику на превьюшки и надеюсь по мне тоже раз такое дело то и материал был подготовлен более чем колоритный сегодня будут и старинки и новинки и настоящая классика и истребители пивасика что будет и угадай-ка и клипы ну полный комплект родненькие давайте начинать плагиат или совпадение 48 часть приятного просмотра а сыграем к пожалуй сразу вообще как мне лично кажется сегодня прям очень много треков что узнаются буквально с первых секунд поэтому постараюсь сделать чуть больше интерактива дабы вы тоже могли блеснуть своим кругозором а начнем из легендарного немецкого дуэта их трека don't let me go который ну уж очень напоминает работу других ребят покорявших 80-е даже если вы вдруг не знаете название этого произведения думаю вы все равно догадались о какой песне идет речь ибо мелодия слишком хитовая и узнаваемая но еще разок на всякий случай да 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 они самые cotton crew мне даже за авторские права прилетело за то что поставил два отрывка рядом youtube распознает их как одну композицию в авторах естественно указан только дитер болин я вообще заметил что именно под конец 90-х они стали попадаться на откровенных заимствованиях я угадает мило 10 минут я попробую угадать ее 6 нот угадывай такие дела что ж об этом наверное не сказал только ленивый но формат обязывает новый трек моргенштерна под названием последняя любовь стал одной из самых интересных работ али шера за последнее время однако раздел комментариев буквально изобилует мемами в духе у нас уже есть гориллаз дома справедливости ради здесь прям целая компиляция куплеты напоминают гориллаз припев смахивает на три дня дождя а клип это ленинград кольщик от элина и шулера до сцены другие да и снято будто проще но сама концепция считывается сразу согласен тема с реверсом не сказать что прям новое тут ведь дело в совокупности но не могу не отметить что али шеру рок-музыка прям идет в конце концов с нее он и начинал но ведь у нас уже есть слэш дома это что метла эпохи дэйва мастейна но я просто обязан не секрет что дэйв оказал большое влияние не только на металлику в которую он играл до своего изгнания но и на развитие trash metal в целом факт давно известны как и то что все они тогда равнялись на джуда сприст на мотор хэд на даймонд хэд а папа хэд но была еще одна знаковая группа незаслуженно редко упоминаемая когда речь заходит о влиянии коллектив из великобритании саксон некоторые их тогдашние гитарные решения можно было встретить у совсем молодых команд например у металлики да трек секунд и строй был написан чуть пораньше еще во времена легендарной демозаписи но life tea letter но работа саксов все равно было раньше к слову о кассетах дисках и так далее думаю компания сдать представление не нуждается но вот про сдэк шоппинг наверное слышал далеко не каждый а я расскажу чтобы не каждых стало чуточку меньше сдэк шоппинг сервис посредник для заказа товаров из-за рубежа в нашем случае это могут быть музыкальные инструменты аксессуары или виниловые пластинки я например заказал себе одну такую с легендарной королевой соула аретой франклин по ней еще фанател один такой колоритный усатый музыкант вы должны его знать сайт очень удобный интуитивно понятны поэтому процесс оформления занял очень мало времени а пластинка пришла буквально через месяц даже на денек-другой быстрее вы кстати знали что продажа винила снова актуальна как никогда вот именно история циклично а мода на ретро не исключение но самое балдежное что сдэк шоппинг доставляет товары из-за границы даже тех брендов чьи поставки временно приостановлены и тех что никогда и не поставлялись разумеется заказывая через данную платформу вы минуете целую череду наценок нужно лишь выбрать товар оформить там все оплатить за родненькие рублевские и ждать посылку могут доставить хоть до дверьки хоть до пункта выдачи а отслеживать можно все на том же сайте сдэка или же в приложении доступ к международным распродажам оригинальная продукция мировых брендов и так далее будь то обувь спортпит или да практически все выбирай заказывай оформляй пользуйся на здоровье только не забирай все себе оставь мне тоже что-нибудь все необходимое в описании а теперь десерт да прямо посреди трапезы с вашего позволения еще раз отдельно проигрывать вставку с угадай мелодию я уже не буду но сыграть все-таки предлагаю нет настаиваю согласны узнали давайте еще разочек чтобы ну пусть будет они самые родненькие но с другой песней легендарный гитарный риф из духа интересно что это вторая версия первая звучала совершенно иначе тем не менее не могу не отметить что данный гитарный рисунок тоже заглядывал к нам на огонек ранее бытует мнение что рамы подсмотрели его у английской панк рок-группы скрюдрайвер но это еще не все да 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 трек рама включился первым а значит что не у них они тот редкий случай когда материал для выпуска был взят из новостей группа ниндзя и борг обвинила участников рамштайн в том что они украли свой вступительный риф для трека дойч ланд но во первых здесь стоит отметить все упирается именно в схожий звук именно в плане обработки тем не менее при подобных разбирательствах в первую очередь смотрят на мелодию и может быть кто знает у них получится что-нибудь из рамов выбить но даже мы здесь неоднократно разбирали сие вступление оно похоже и на квиновский в seven seas of рай и на back in the day от меги и на годсмэк и даже на элизиум и кто знает на что еще это мне напоминает ситуацию когда люди скидывают два трека и говорят зацени ну сперли же ну один в один вот это наглость а там просто одни и те же блатные аккорды играются классическими переборами я к тому что есть вещи общепринятые и легкодоступные будь то арпеджио или гаммы а есть вещи более сложные и уникальные гитарные рифы переходы и прочие рисунки в суде естественно на подобное обращают внимание в первую очередь да не спорю я и сам порой могу взять для выпуска какой-нибудь банальный музыкальный ход но мы тут с вами находимся в рамках развлекательно познавательного контента эти же чуваки собираются судиться хорошо во вторых есть огромная вероятность что рамы смогут защититься подтверждением одного простого факта вроде как насколько мне известно пока я делал тот видос пришлось перелопатить много всякого альбом в строк-лист которого входит песня deutschland был завершён гораздо раньше релиза и ведь еще предстояло снять охрененно масштабный клип в общем будем посмотреть совпадение в клипах первое и единственное на сегодня бегемот против газеты польша против японии если сначала посмотреть один клип а затем другой складывается стойкое ощущение будто знаете это некая контрольная работа будущих режиссеров которым дали общее тазе поэтому реализация как бы разное но концепция все же в общее не буду скрывать да и не особо то получится я небольшой фанат около black металла не исключено что там каждый второй клип такой но детали само действие ритуал ну окей а вот сцены когда девушки и там и там окрашены в белое при перебивках и там и там им закрывают лицо руками после чего начинает литься кровь не многовато ли совпадений это совпадение и да видео про чака шульдинера дописывается я про него не забыл надеюсь она выйдет следующим не пропускайте он очень крутой ну чак смысле смотрите предлагаю поступить следующим образом у нас уже было сегодня две угадайки очевиднейшие треки еще остались давайте сыграем еще разок финальный раунд а в комментах я оставлю закрепленный комментарий под которым вы можете делиться своими результатами мне почему-то кажется что многие пробьют три из трех поехали чувствуете давайте еще разок если ваш ответ это бон джо ви то вы абсолютно правы но если ваш ответ это бонни тайлер то вы правы тоже история древняя но на всякий случай напомню данный мотив был придуман легендарным продюсером и композитом дэзмондом чайлдом мужик ходячий успех он и рикки мартину помог и кисам и мод ли крю и дофига кому еще а конкретно этот мотив он сначала отдал бони тайлер но позже заявил что потенциал трека она недораскрыла поэтому права были переданы еще и группе бон джо ви стой добавить что это далеко не первая работа похожая на мелодию дэзмонда если они путаю было еще как минимум раза два до этого а а еще многие пишут про эйву макс но у нее дэзмонд указан в соавторах еще один пример связаны с группой бон джо ви но тут тоже прям целая связка судя по всему ребята из немецкого коллектива бон файр очень сильно вдохновлялись их творчеством поскольку песня под названием варьер похоже сразу на несколько песен джона и его команды в особенности на it's my life куплетах а а и а 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 могли заметить в моих роликах есть только вот такая вот мини плашка голосом я почему-то никогда не призываю подписываться и ставить лайки хз вот такой вот мой тупой многолетний загон а кто-то вообще раз в месяц заходит даже не будучи подписанным смотрит новые видео и снова теряется до лучших времен понимаю принимаю но если кому-то интересно у меня есть еще один канал со стримами по несколько раз в неделю где чуть ли не половина всех сегодняшних примеров и была найдена держу в курсе так сказать мы там года два как и треки слушаем и видосы смотрим и баттлы обсуждаем да даже кей-поп нам не чушь полный набор имейте ввиду рассказать впервые за два года херовая какой-то блогер а вот он кей-попчик уже было предостаточно прям очевидных примеров опять же на мой взгляд поэтому давайте разбавим чем-то более забавным и полагаю для кого-то весьма спорным но для яркости палитры пусть будет люди встречаются люди влюбляют ну не то чтобы прям весело весело но по сути весело вообще признаться честно я открыл для себя очень много всякого интересного данной индустрии раньше мое погружение в материал ограничивалось лишь уровнем сомнительно но окей-поп но за всей вот этой вот мимимишной пестрой ширмой порой скрываются чертовски контрастирующие вещи олдовые хип-хоп биты прямиком из 90-х бифы дисы торговля всяким запрещенным и так далее и даже у псая лопан камнем 100 который многим запомнился эдаким безобидным веселым дядюшкой есть в арсенале куплеты по типу банки своей привет передавай если при упоминании таких слов как фишки сега никелодион у вас немного ёкает сердечко если вы знаете что бита это не только древние что если вы знаете что бита это не только деревянная палка если вы помните кто же тот избранный сделавший легендарный хат-рик финале турнира кожаный мяч и на что не меняли братву настоящие мужики еще до прихода гачи то вы дед так я я просто пошутил егор крит пожалуйста не начинай очередную лекцию про проблемы менталитета я хотел сказать что тогда вы вероятно помните и ажиотаж вокруг такого исполнителя как араш или вот еще году в 2013 его карьера будто получила новый виток развития если смотреть на цифры даже более успешно чем когда-либо это был прям удачный тандем причем настолько что припев песни broken angel они очевидно попытались повторить и в следующем своем хите one day и у них получилось даже малость перестарались вот только как говорится все новое песня live tomorrow кстати тогда обходила в хит-парадах даже более известную я бьютифа я бьютифа и шоу такая вот история судя по информации из открытого доступа никаких судебных разбирательств не было как и передачи авторских прав но слушатели данное сходство отмечали тогда и отмечают по сей день а теперь бонус вот этот поворот мне уже несколько лет подряд спаймят что заставка передачи стаса ярушина музлофт подозрительно похоже на заставку моей рубрики мус просвет все рассказал спасибо больше можно эту тему не поднимать добавлю лишь что название смуз что-то там придумал естественно не я тоже слово мус просвет существовало и раньше как собственно и неоновые вывески тоже но да сходство вполне себе заметное спасибо что рассказали стоп погоди 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 к слову о том что часто присылают на меня частенько обижаются людям вот я тебе уже два года присылаю такой вот интересный пример а ты его не замечаешь велика вероятность что он уже был а если вы присылаете то чего точно не было велика вероятность что ваши наблюдения теряются в потоке того что уже было логично да вот так просто поэтому что в паблике что в телеграм-канале помимо тонны дополнительного контента вы еще сможете найти вот такую вот чудесную таблицу владимир спасибо тебе еще раз ты святой человек короче заглядывайте расширенная версия ролика без заморочек с авторскими правами будет на бусти все всем большое спасибо за просмотр слушайте хорошую музыку и пока пока